Друзья, товарищи, привет-привет! Вы на канале Покемоши Лаев и всё такое. Первый ролик в 23-м году и опять про локомотивы. На этот раз мега уникальный аппарат, несправедливо забытый и, впрочем, ничего нового. Как пел классик. Каждому из нас попадаются двухсекционные тепловозы. 2Т-10Л, Т-3, 2Т-116 и другие. Но есть ли среди нас хотя бы один, кто мог бы сказать, о которой из двухсекционных стал первым в славной семье тепловозов с двигателями внутреннего сгорания? Что ж, наш новый ролик в помощь. Тарам! Начало 30-х годов 20-го века. Рокерами и не пахнет. Чаще происходят события совсем иного толка. Из позитивного выделим спасение челюскинцев в 34-м году с одноименного парохода в Чуковском море. Годом ранее судно сковали коварные льды и вызволение экипажа стало возможным благодаря тогдашней авиации. Да. НКПС в те далекие годы располагал по большей части париками, самым мощным из которых была машина ФД, Феликс Дзержинский, один из мощнейших советских серийных локомотивов. А что же тепловозы, спросит джентльмен? Были уже, но кот наплакал. Кроме ЩЛ-1 и ЮЭ-001 уже стали доступны ЮЭ-5 и немного ЭЭЛок разных номеров. Как говорится... Дел для нас новые, неосвоенные. Точно. Неосвоенные. Кроме снижения расхода воды, что было актуально в Средней Азии, особых преимуществ новинки, пожалуй, и не демонстрировали. Тот же Федя был круче по многим параметрам. Недаром его ставили на самых грузонапряженных линиях. Чтобы джентльмен понимал, мощность ФД превышала 3000 лошадей, а серийные тепловозы ЭЭЛ могли рассчитывать лишь на 1000 с небольшим конников. А тут пятилетки в 4 года, рост грузооборота, тудым-сюдым. В общем, задумали они уже все ребята построить тепловоз. Равный самому Федюку максимально использовать возможности винтовой сцепки и пути. Сила тяги 20 тонн сил. Нагрузка от оси на рельсы 20 тонн сил. Везде 20. После бурных дебатов нарисовался примерно такой план. Берем два дизеля от ЭЭЛок типа 42БКМ6 мощностью 1150 лошадей и ставим их на тепловоз. Но не простой, а двойной, состоящий из двух половинок. Тогда, наверное, и слова секции еще не существовало. Напомним, мы говорим о первой половине 30-х годов прошлого века. И вот, Коломенский тепловозостроительный завод, Московский электромашиностроительный завод «Динамо» и Харьковский электромеханический завод всего за полгода строят первый в стране тепловоз о двух секциях. Январь 34-го года. Смотрите. Надпись под фото гласит «Сверхмощный тепловоз 241-142, выпущенный Коломенским заводом к 17-му съезду партии. По становлению рабочих и ИТР завода тепловозу присвоена серия ВМ имени В. Молотова». Собственно, поэтому и ВМ. А 20 – это нагрузка от оси на рельсы. Интересно, что секции имели свой индивидуальный номер. Таким образом, получалось ВМ-2001 и ВМ-2002. Не просто было монтировать этот ролик. Фоточек нашего героя осталось до обидного мало, да и те стремного качества. Однако сусейки, архивы, музеи помогли немного приподнять завесу. Вот, пожалуйста, книга уважаемого Виталия Ракова от 1955 года. Здесь можно узнать о конструкции пациента. И вот, что мы имеем. Впрочем, минуточку. Сначала оценим внешку тепляка. Первое впечатление – рука-лицо. А мы еще на ТЭП-70БС смеялись. Кубизм наше все. Угрюмые лобовые окна кабины. Радикально квадратные. Суровый прожектор между ними. И тифон. Огромный как сволочь. Нависающие секции холодильников добавляют мрачности и печали. В целом машина лишена привлекательности от слова «совсем». Однако мы понимаем, что это первые шаги тепловозостроительной школы СССР. Тем более внутри все может быть очень даже и ничего. Переместимся внутрь. Еще тут как-то... О, получше. А если... А в цвете есть? Еще бы фон какой-нибудь. Во, вот, вот так оставь, не трогай. Прям топчик. Так, что мы имеем. Сразу обращает на себя внимание необычная компоновка чуда-повозки. Холодильники, располагаемые сразу за кабиной. С другой стороны, может и правильно. Ведь в кабине должно быть тише, дизель расположен дальше. А вот и сам. 42 БК М6. Четырехтактный, но с пониженной на 100 коней мощностью. 1050 сил. Об этом чуть ниже. Судя по картинке, дизель рядный шестицилиндровый. На вал дизеля насажена соединительная муфта, чтобы крутить генератор. Вот тут-то и порылась собака. Муфта-то оказалась уфлышной. И на максимальных оборотах дизеля, 425, стремилась самовыпилиться. Пришлось фермерам понижать максимальные обороты калинчатого вала до 400 оборотов в минуту. Это и привело к потере 100 лошадей. Тем не менее, через эту пресловутую муфту дизель вращал генератор GPT-800-450. Почти такой же, как и на машинах ЭЛ. Тут конструкторы смогли немного отыграться. Увеличили напряжение гена. Это уменьшило ограничение силы тяги по возбуждению. Полученный таким нехитрым способом ток подавался на тяговые электродвигатели по 4 штуки на секцию. Для полного использования мощности дизеля первоначально фермеры задумали таки поставить ТЭДы мощностью по 175 кВт каждый. Но их проектирование опасно затягивалось. Поэтому решено было использовать уже существующие двигатели DPT-140, опять-таки АТЛ, но уже по 140 кВт. Всё бы ничего, но столь заметное снижение суммарной мощности ТЭДов привело к явному несоответствию мощности дизеля и тяговых двигателей. Сколько мощностей-то? И тут умные головы не спасовали. Они изменили передаточные числа тяговых редукторов, уменьшив их с 5,7 до 4,3. А чтобы уж наверняка повысили ток на зажимах движков с 350 до 375 Ампер. Пьемен, пацаны вообще, ребята. Но снова какая-то дичь. Больше тока, больше нагрев двигателей. Пришлось сделать более сильное охлаждение последним. А куда деваться? Этот шаг, кстати, имел ещё один плюс. Мощность ТЭДов удалось поднять ещё на 14 кВт, до 154. Ещё по конструкции. Тепловоз, кроме знакомых нам холодильников и вентиляторных колёс, приводимых к движению через вал отбора мощности, а также возбудитель, имел любопытные девайсы. Например, пусковые баллоны. Там был сжатый воздух, с помощью которого и запускали дизель. К чёрту аккумуляторные батареи. Кроме этого, баки для топлива. Heavens, скажет джентльмен. Топливные баки везде есть. Даже на ЧМТРЕД Мадимео. И будет неправ. Топливные баки вот они, вот. А это какой-то особый бак для набора топлива. Есть предположение, каково назначение этой гравицапы. А то, что мы сейчас скажем, вообще чума. Задние торцевые стенки кузова, каждой секции, могли сниматься. И тогда образовывалось общее дизельное помещение. Что? Секции соединялись между собой автосцепкой СА-3. Хотя по краям тепловоза была винтовая упряжь. По ходовке. Она фактически паровозная. С колесной формулой 2-4-1. Две бегунковые колесные пары, четыре ведущих. И еще одна сзади поддерживающая. Четыре ведущих оси. Такое себе решение. Поскольку суммарная мощность секции ВМ-20 была на 20% меньше, чем у односекционного ЭЛ. Поэтому при работе ВМ-1 секции тепловоз не смог бы полноценно заменить своего односекционного собрата. Добавили бы еще одного оси и делал в шляпе. Окей, что там по судьбе барабанщика? Как мы уже отметили, постройка тепловоза заняла всего 6 месяцев. Почти сразу его направили на участок Галутвин-Москва, где 20 января 1934 года он совершил первую пробную поездку. Покатавшись пару месяцев, в марте больного перебрасывают на линию Люблино-Тула. И даже на главный ход Москва-Ленинград, где тепловоз таскает грузовые поезда. Откатав так еще немного времени, пациент поступает куда? Да, правильно, на экспериментальное кольцо в Щербинке? Куда же еще? Тетка Шарит, лето 1934 года. На кольце известно, за меры, опыты, анализы, дышите-не дышите. И пришли профессора к выводу, что тепловоз в двух секциях способен водить поезда на 30% тяжелее. И со скоростями на 60% выше, чем паровозы серии «Э». Тем не менее, врачи выявили неравномерную нагрузку у дизелей. Разбалансировка доходила до 18%. Одна секция натурально пашет, как папа Карлос Сантана, а вторая дурака валяет. Все же настройка генераторов и тяговых электродвигателей удалось снизить рассинхрон до 5%. А потом отправили товарища Молотова в Депуаш-Хабад, Средняя Азия, где он в двухсекционном исполнении приступил к работе в грузовом движении вместе с друзьями ЭЛ. Вызывает интерес состав локомотивной григады. Понятно, машинист, он же гросс-механик, помощник, выполняющий обязанности и электрика. Но был еще третий человек. Буртератист? Дура, нет, дизелист. Так вот, он находился не в кабине, а в машинном отделении. Можно предположить, что его уши спустя короткое время покинули чат. Дома пришьешь? Ась! Дома пришьешь! Казалось, ну теперь ты живи да радуйся. Да кузнец запил. Оказалось, что те поезда формировались под тепловозы ЭЛ. И, соответственно, для двухсекционного ВМ были слишком легки. Машина таким образом не реализовывала полной мощности. А одной секции таскать те же поезда было уже тяжко. Попробовали фермеры выдавать ВМ-ки одной секции под пассажирские. Но что-то и там было не очень успешно. Все же, несмотря на перечисленные недостатки и пусть не критичные, но конструктивные просчеты, проработал в М-20 в Ашхабаде вплоть до 1949 года. А затем обе секции специально обученные люди переделали под электростанции. Только в 1955-м сначала первую секцию, а затем в 1957-м вторую списали уже окончательно. Но не спешите доставать платки. Есть инфа, что потом тепловоз был перевезен на космодром Байконур, где и находился до начала 70-х в качестве резервной электростанции. Там, наверное, его и пустили в расход. Правда это или нет, мы не знаем. Знаем, что к тому времени на сети вовсю работали двухсекционные Т-2 и Т-3. Но это, как говорится, совсем другая история. Ох, такой вот ролик получается, немного грустный. Представляем, как популярен был бы в музее этот тепловоз. Сохранить он до наших дней, но, увы. Вместе с тем, вот, мы отыскали книгу. Российские железные дороги. История в моделях. И смотрите, модель ВМ-20. Первый в мире. 120-й масштаб. Автор Алексей Мурашов. Вы на эти, кстати, немало фотографий этой интересной модели. Предвидим вопрос от джентльменов. Что это за труба такая на крыше? Уж не водопровод ли прокладывают? Нет, это такой глушитель, как на мопеде. Не все луки на мопеде, небось? А как вам ВМ в стиме? Игра Soviet Republic. И наш пациент тут как тут. Эжик в тумане. Как видим, весь товарищ Молотов не забыт. И тропа не заросла. Может и нам построить такую модель, а? Агнесса Ивановна, напишите, как вам такая мысль? И вообще интересно видеть, насколько изменился двухсекционный тепловоз буквально за 15 лет. Вот, прошу вас. Ну что, друзья, товарищи, вот такая история. Понравился ли вам ролик? Оцените хоть лайком или дизом. Проверьте подписку на канал, прям не знаю. Всем еще раз спасибо за просмотр. Всем удачи и... До новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok